какие ловушки подостерегают трейдеров как минимум шесть из них и так первая первая ловушка которая существует для нас с вами как для трейдеров это кстати а как вы думаете какая первая ловушка пока я не начал говорить а ну-ка напишите в чате мне интересно первая самая главная ловушка это действительно жадность которая заставляет нарушать систему делать входы в позицию там где их совершенно нет этих входов и придумывать себе точки входа это именно жадность плохом ее смысле слова заставляют вас будить ибо на че ганна придумывать себе волны эллиота маржинальные зоны и всевозможную астрологию которая на мой субъективный взгляд только отдаленно находятся рядом с трейдинг поэтому жадность это один из тех скажем так грехов трейдера с которыми нужно бороться и следовательно вы стараетесь эту жадность как-то в себе контролировать следующая ловушка на мой взгляд это пересиживание пересиживание убытков пересиживание прибылей значит чем это связано это связано со страхами так как мы с вами торгуем ну я так думаю большинство из вас наверняка торгует на реальных деньгах и и следовательно никому не хочется это эти деньги отдавать и когда инструмент идет против вас именно страх заставляет вас или отодвинуть стоп-лосс или вообще его не ставить этот стоп-лосс или же когда вы начинаете терять денежку вы придумываете себе отговорки или вообще снимаете стопы и пересиживаете эти убытки пьете валерьянку там какие-то другие скажем так препараты убеждая себя в том что инструмент сейчас развернется и все будет хорошо поэтому ловушка номер два на мой взгляд это пересиживание нужно обладать системой и четко понимать то стоп-лосс также как и тейк профит это часть вашей системы и ничего плохого когда они появятся в вашем терминале нету и не нужно бояться убытков нужно бояться неконтролируемых убытков и тогда тогда мы переходим к третьему пункту наших ловушек а именно это отсутствие системы значит если у вас нет системы вы начинаете оглядываться по сторонам слушать не торгующих аналитиков на ютубе на блумберге на рбк писать вопросы в телеграм-группах что вы думаете про золото или про евро-доллар а вот сейчас сейчас надо покупать а bitcoin а эфир сейчас откатился может купим эфирчик как пишут в некоторых чатах или там а может быть сейчас это значит вы не знаете что вы хотите от рынка от этого инструмента то есть вот ловушка номер три это отсутствие системы для того чтобы систему создать самый простой бесплатный способ это конечно же пойти на сайт герчик энко и воспользоваться конструктором алгоритма где в несколько кликов вы сможете создать тебе этот алгоритм и либо же смотреть вот видосы здесь на ютубе и для этого надо нажать на колокольчик чтобы не пропускать разные полезные видосики которые записывают вот александр михалыч я тут с вами вот общаюсь и другие спикеры тоже в клубе картель то есть возможно эта информация поможет вам в формировании вашей торговой системы то есть ловушка номер три это отсутствие системы у трейдера и отсутствие скажем так мнения по поводу рынка и тогда вы вынуждены прислушиваться к мнению так называемых специалистов или гуру трейдинга который чаще всего сами не торгуют ну или торгуют на демо счетах следующее значит следующий момент важный ловушка номер четыре это желание доказать себе или другим свою правоту то есть это гордыня скажем так один из смертных грехов вы должны понять прекрасно что никому в этой жизни вы не должны что-то доказывать особенно в трейдинге лучше всего за вас доказательством будет ваш торговый счет и вам не нужно в чатах или в группах или в реальной жизни где-то кому-то доказывать с пеной у рта объяснять что вы правы не правы и хуже если вы будете доказывать это себе покупая например выкупая инструмент который падает и нарушая тем самым систему и серии нет я же супер трейд расскажите вы у меня не может быть убытков вот сейчас я как куплю на 100 лотов нефти она точно вверх пойдет она просядет еще немного вы пошли почку продали чтобы еще денег донести брокеру и все равно вы покупаете там например где вам кажется что дно пройдено то есть ловушка номер четыре это гордыня и желание доказать кому-то свою правоту и это связано с предыдущими пунктами как невозможность принять убытки или согласиться с этим поэтому вы должны помнить об этом что доказывать вам никому ничего не надо докажите себе простую вещь что вы можете следовать той системе которую вы разработали если вы хотите в этом бизнесе задержаться если же нет ну тогда занимайтесь чем-то другим далее следующий пункт который нужно обязательно отметить и ловушка на которой не нужно попадаться это невнимательность значит очень часто в момент открытия сделки вас может что-то отвлечь вы засуетитесь или внезапно там не знаю интернет пропадет или там чашку чая разольете на клавиатуру и вы забудете поставить стопы например стопы тейки или вообще вместо покупки нажмете продажу и так далее то есть невнимательность это крайне часто встречающаяся проблема у трейдеров новичков или у тех кто суетится или тех кто например торгуют на быстрых рынках при отсутствии должного скажем так ну инструментария поэтому если вы совершаете такие ошибки тогда обратите внимание на возможные средства автоматизации они конечно есть в mql маркете есть у меня там робот advanced lp есть огромное число разработчиков которые могут по вашему алгоритму например создать какую-то систему автоматическую или полуавтоматическую или скрипт или что-то еще которое позволит вам уменьшить ваш скажем так человеческий фактор и тем самым уменьшить вашу невнимательность и вполне вероятно именно это сэкономит вам денег потому что бывают ребята вот которые в чате у меня тут встречаются и пишут что же мне делать типа вместо кнопки купить я нажал продать и она все пошло не в ту сторону как же быть вот а это все из-за невнимательности и из-за спешки и также я вам рекомендую не попадать в ловушку скажем так некачественного рабочего места то есть настоятельно рекомендую пользоваться надежными каналами связи а еще лучше на выделенном сервере то есть где-то в интернете в облаке разместили ваш компьютер на котором поставили торговый терминал и тогда вам не страшно пропадет интернет отключат электричество какой у вас там операционная система iphone там в смысле этот ios android может быть или на макосе вы сидите торговый терминал будет работать на надежном компьютере и вне зависимости от того как вы туда будете подключаться поэтому я очень вам рекомендую пользоваться опять же надежным рабочим местом качественный интернет желательно от нескольких провайдеров независимых ну может еще мобильный интернет тоже в случае чего вот один из наших стримов мы проводили именно таким способом когда у меня кабельный интернет пропал мне пришлось подключить мобильный интернет хорошо хоть 4g работал и как раз могли продержаться до тех пор пока кабель кто-то там соединил в обратную сторону поэтому подумайте об этом это проблема номер пять ловушка номер пять невнимательно и значит ловушка номер шесть это скажем так жадность совмещенная с забывчивостью и эйфория можно так сказать от своих прибылей то есть как например вот на этих выходных очень такой яркий пример хорошо криптовалюты некоторые сходили тех кто подписан в клуб картель например в telegram группе клуба картель по крипте а ссылку на этот на эту группу я думаю сейчас появится в чате в описании к ролику это тоже все есть этих выходных мы смогли заработать кто-то 20 кто-то 30 кто-то 50 к одному на тех монетах которые стоят дешевле чем фантик от конфеты но они взлетели с триллионными объемами а вот сегодня упали в обратную сторону и к чему это говорю это я говорю про то что когда вы заработали будь это крипто будь это акции или форекс вы спустя какое-то время после того как пройдет эйфория и адреналина от того что вы супер трейдер вспомните что эти все цифры где-то в интернете ваш великолепный депозит находится либо у брокера либо на крипто бирже либо где-то там за океаном вы вспомните о том что вам нужно эти деньги куда-то вывести в надежное место к себе то есть я вам настоятельно рекомендую не попадать в ловушку виртуальных цифрах окончательно радоваться только тогда своей прибыли когда вы скажем так получили уведомление от своего банка что вам пришли деньги то есть когда вы с этой крипто бирже например вывели себе на карман скажем так на там в банк или на карточку ну соответственно да или на там крипто кошелек или это вы с какого-нибудь зарубежного брокера по свифт переводу получили денежку в свой банк вот тогда порадует до тех пор пока эти деньги находятся у брокера и вы считаете себя миллионером это так не есть это как знаете вот после первого взлета акции тесла в новостях писали вот обычные менеджеры и работники тесла стали миллионерами но это не вся правда они миллионеры стали на бумаге но когда они обналичат свои акции они должны будут заплатить очень хороший налог на прибыль с акций в америке этот налог очень даже велик и после того как они обналичат свои акции с миллионеров некоторые из них перейдут в разряд бывших миллионеров поэтому виртуальность прибыли вас может как раз подловить затуманить глаза скажем так поэтому не попадайтесь на эту ловушку поблагодарите себя например за прибыльную сделку за успешную торговую там неделю или всю сессию торговую но вспомните потом что деньги как говорится со стола в казино забирать надо а не ставить постоянно поэтому заработали денежку перевели например на торговый счет вернее с торгового счета на балансовый счет тот который недоступен для трейдинга также и на крипто биржах вы можете сын трейдингового счета перри переводить на основной счет или там с маржинального счета на другой счет тоже то есть зафиксируйте свою прибыль а потом обязательно не забудьте это все дело перевести ставьте лайки подписывайтесь на канал нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить выход новых видео